Ивановцы соскучились по футболу. Первенство России возобновится после зимнего перерыва совсем скоро. В преддверии продолжения игрового сезона команда организовала для своих болельщиков настоящий футбольный праздник. Насладиться зажигательными танцами команды по чирлидингу, поучаствовать в выборе самой красивой болельщицы и сфотографироваться с любимыми игроками текстильщика смог каждый зритель. Это тот редкий случай, когда футболисты находятся не в центре внимания, а наблюдают со стороны. Конкурс на звание «Самый обаятельный и привлекательный болельщицы красно-черных» стартовал около месяца назад. 12 красавиц из полусотни заявившихся на конкурс игроки текстильщика отбирали лично. Решение, кто из девушек может стать музой команды, оказалось непростым. Споры были во время выбора. А какая должна быть? Наверное, узнать что-то о футболе. В частности, по большей степени про текстильщик. Ну и быть более спортивной. Обладательницу футбольной короны, подходящую по всем перечисленным критериям, определят в конце месяца. А пока зрители познакомились с новыми футболистами любимой команды. Первую футболку под номером три из рук главного тренера получил Сергей Костин. Он наш новый защитник, перешел в текстильщик из саратовского «Сокола». Еще один новичок. Болельщики со стажем должны его помнить. Воспитанник Ивановского футбола последний сезон за текстильщик провел 10 лет назад. После этого выступал за клубы в высшей лиге. Полузащитник Александр Щеницын. Его номер – счастливый 13-й. Я очень счастлив. Можно сказать, что мне удастся еще раз поиграть за свой родной клуб. Я постараюсь все возможное сделать, чтобы клуб только вверх шел, только рос. По словам нового старого игрока, команда за эти 10 лет сделала шаг вперед. У нас тут, я вот так посмотрел, сплав молодости и опыта. Как бы самое то, чтобы какие-то задачи ставить и добиваться. Цели высокие. Первый после зимнего перерыва матча сразу с одной из сильнейших команд первенства. Сатурн из города Раменское занимает вторую строчку турнирной таблицы. Текстильщик – десятую. Встреча двух команд состоится 10 апреля в 18 часов 30 минут. Текстильщику как никогда понадобится поддержка преданных болельщиков.